Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Значит, насчет Агутина и Варума ходили очень много, ходил очень много разговоров, было очень много разговоров, ходил очень много слухов в отношении того, что они высказались против операции в сопредельном государстве. Потом Агутин сам пытался внести ясность, сказал, что их голоса, значит, на каком-то концерте использовали там, да, использовали без их согласия, якобы ни в каком концерте они не участвовали, ни для кого ничего, никаких денег не собирали, против они ничего не говорили с Варума, но, тем не менее, публикаций было достаточно много об этом, о том, что они высказались, учитывая, что, насколько я понимаю, у них там дочка живет в Америке, если я ошибаюсь, поправьте меня, они сами довольно часто там бывают, и, значит, ну, собственно говоря, я так вот посмотрел, я не нашел каких-то прямых, чтобы их слов, опять-таки, там действительно пишут, что как-то в какой-то концерт были включены, либо их голоса, песни звучали и так далее, вот люди сделали, не знаю, если вы что-то подобное видели, напишите, что действительно они высказывались, когда просто видишь действительно, что люди сами говорят или публикуют их цитаты, тогда да, здесь как-то не хочется просто, если этого не было, а если было, то было, тогда, конечно, это чудовищно, ужасно и, собственно, так же, как с Би-2, я считаю, нужно поступать. Ну, вот те люди, видимо, которые все-таки или знают, что это было, или, собственно говоря, поверили в те статьи, которые были об этом, выбежал парень на концерте Агутина, Агутин его довольно так сильно оттолкнул, было видно, что парень так опешил, ну, напал фактически на Агутина на концерте, попытка, конечно, сорвать концерт, потому что Агутин, я так предполагаю, по замыслу паренька должен был перестать исполнять песню в этот момент, то ли он что-то хотел ему сказать, то ли, вот для чего, я не понимаю, если ты хочешь взять автограф, например, естественно, кто-то пишет, что да, ну, он не нападал, там, что он выбежал, но если он выбежал взять автограф, он может потом где-то там подойти или еще как-то. Глупо, мне кажется, во время выступления выбегать, когда человек играет на гитаре, естественно, это не для автографа, это было сделано для того, чтобы дать понять, что, так скажем, есть какие-то палки в колеса и так далее, да, то есть, ну, это мое мнение, и, ну, по видео тоже это видно, что он выбежал просто для того, чтобы помешать, что ли, да, там, не знаю, там, Агутин потом в конце сказал, что подпортил настроение и так далее, то есть психологическое воздействие это называется, и вы знаете, я хочу сказать, что если действительно была какая-то со стороны Агутина какие-то выступления и так далее против, я считаю, что здорово, что люди и вот болельщики на, на, значит, суперкубке, где Би-2 выступали, которые, кстати, получили 3 миллиона 300 тысяч рублей, и заявили, что, да, Лёва сказал, да, мне все равно, что там было, как, что там кричали, деньги получили, да и ладно, это я уже добавляю от себя, он сказал, да, мне все равно. Здорово, что люди, несмотря на то, что есть какие-то, и я думаю, что они должны ответить, должностные лица, которые приглашают, люди выражают свое мнение, и эти звезды понимают, что без зрителя они никто. Этот Лёва с белоснежными зубами, понимаете, без зрителя он никто. И думаю, что было бы здорово, чтобы в следующий раз, когда те, должностные лица, которые эти решения принимают, приглашали их на свои дачи, там, я не знаю, чтобы они для них пели за такие деньги, если у них личные деньги такие есть, да, я думаю, конечно, есть, но не портили праздник людям, которые пришли посмотреть футбол и действительно послушать, да, и не надо ослистывать никого было. Так что вот такие новости, друзья, да, я думаю, что это не прекратится, я думаю, что тем, кто это говорил, их всячески пытаются притянуть за уши в медийное поле, но думаю, что здорово, что люди проснулись в этом отношении. Друзья, интересно ваше мнение, пишите просто комментарии, что думаете, на сей счет, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном, комментарии в описании к видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна, подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна, новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего, телеграм-канал Будда Гришна, новости, там политика, и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.